всем привет неожиданный обзор решил запилить я хотел на стрим перенести эту тему ну потом что-то подумал если этот стрим проведу и я честно говоря еще пока не уверен проведу или нет и последнее время так знаете накроет я чуть запишу если даже буду проводить у меня там вроде как есть тема уже каких поговорить отдельно теме о которой я хотел поговорить почему потому что мне еще предыдущие вопросы задавали стрим подписчики по поводу предстоящего турнира вот он по моему вот он сегодня что ли сейчас да вот сегодня он проходил этот турнир power по версии я не смогу назвать потому что еще не изучил в пф что-то там и совместно в рпф и мне еще неделю назад спрашивали подписчики что это за федерация такая но вновь образованная я тогда как бы накидал примерно но сейчас я посмотрел видео дмитрия спиридонова и примерно мне уже нарисовалась картина что это за формат для меня он дико странный получился если очень коротко то ребята имеют отношение к прайду я так понимаю спонсор это хозяин этого прайда это вот как он называется то хардкор да по хардкор стоп догом путаю их столько расплодилось после дневника хотя такое огромное количество что я путаюсь просто хотя вроде так одним глазом следил но потом как-то отошел от всего этого и если кто-то забыл еще полгода назад даже уже побольше я записывал видео по поводу турнира который памяти дмитрия каганского я так понял спонсор какой-то богатый товарищ к слову спортсмен насколько я понял пауэрлифтер любит пауэрлифтинг и он трагически потерял сына и в память о своем сыне он значит провел этот турнир но напоролся не на тех напоролся на одного ублюдочного персонажа типа умеренков который называется и к слову есть еще один мерзкий персонаж а николай николаевич виткевич если кто-то смотрит передавайте этому ублюдку привет привет пусть он посмотрит вот это дмитрия спиридонова видео и посмотрит что там действительно разоблачают этого коня который украл призовые деньги присвоил их себе своей жене там еще кому-то я описывал если кто пропустил он создал какую-то команду из своих бывших и настоящих жен и всех ведущих спортсменов типа там белкина и прочих отодвинул и основные призовые деньги собрал себе ну значит организатору это не понравился не понравилось он решил значит открыть свою федерацию тогда еще я разговаривал случайно узнал что наши представители московские представители на пытались выйти с ним на контакт вернее контактировали для меня это не очень понятно было зачем нам это нужно но человек хочет что-то проводить ради бога и как бы после этого он вышел на связь с паэром и вот нет не с паэром прошу прощения в рпф но по сути это одно и то же с паэр союз пауэрлифтеров россии проводят турниры в рпф это практически один организм почти так что он пошел к ним и я так понимаю просто за деньги наш нашим представителям московским тоже предлагали но там какие-то суммы были нелепо смешные но по всей видимости там федерацию другой федерации это устроило и вот мне пис вопрос задавали я сумбурно так несколько потому что я не готовлюсь обычно я просто наговариваю уже вот по ходу вспоминаю еще так у меня какие-то провалы что-то я там забыл что-то пропустил так вот они значит предложили с паэром и те стали проводить и когда у меня задают вопрос появилась ли новая федерация и они вроде как говорят да это новая федерация у нас появилась пауэрлифтинге но федерация не может быть ну то есть спортивная организация это устав это судьи это правило это кодекс это положение и все прочее здесь они просто взяли ну я так понял просто оплатили услуги в рпф и те со своими судьями со своими правилами все это проводили ну как бы сомнительно что это будет какая-то федерация но я руками и ногами за почему потому что деньги огромный за турнир 10 миллионов только призовых другой вопрос что формат меня несколько удивил потому что без приглашенных зрителей то есть приглашают там они сказали я еще не видел ничего абсолютно то есть вот я видел только какой-то анонс во время я так понимаю проведения этого турнира вот сегодняшнего но призовые озвученные хотя тоже там надо будет потом посмотреть потому что у нас тоже так объявляют у нас союзе полу в этом сибириан пауэршоу тоже объявили призовой 4 миллиона и как бы охренеть можно от этих денег но потом я так предполагаю мне бы их интересно бы вот если у кого есть цифры узнать а сколько реально оплатили потому что объявить они объявили ну там условия допустим чтоб федерации был ой чтобы в абсолютке было не меньше там 8 человек а если их нет ну извините тогда на остальных мы делить эти деньги не будем и как бы получите то что заработали реально а где там 8 человек можно набрать в каждой в каждом дивизионе я хрен его знает может быть только в любительском безэкипировочном каком-нибудь где там обычно у нас десятки и десятки спортсменов но речь не об этом значит проводится этот турнир без зрителей для чего для того чтобы снять все на видео чтобы была качественная съемка и выложить это все это в youtube потому что вот у нас как там какой-то организатор дмитрий спиридонова объясняет у нас это все как бы на потоке у нас там 27 миллионов просмотров и я не понимаю зачем это все вот честно если вы как-то хотите продвигать пауэрлифтинг таким образом он конечно не продвинется потому что без зрителей только с топовыми атлетами ну топовых конечно я сомневаюсь что там 60 70 можно набрать но там четыре дивизиона объявлены огромные деньги и это интересно безусловно но зачем мне честно говоря это не очень понятно вернее как бы логику вот этого объяснить представителя организатора я понимаю но я ее не принимаю потому что он предлагает насколько я правильно понял у них уже есть поп а теперь у них будет еще поп пауэрлифтинг но во всяком случае желание такие есть потому что они объявили свои жил своим желанием устраивать трэш-токинги и привлекать внимание кто не знает что такое трэш-токинг это ебучий срач который вот эти вот обезьяны которых в огромных количествах собирают в мма просто в нереальных я не знаю я понимаю что весь кавказ он борется весь кавказ спортсмены и огромное количество из них необразованных тупых агрессивных которые приезжают на соревнования и им поставлена задача вы должны привлечь внимание вы должны чтобы вас запомнили но это зоопарк и если вы хотите то же самое привнести пауэрлифтинг то это пипец будет это не будет я скорее всего это к организатору говорю это не будет хорошая память о вашем сыне там не знаю погибшим умершим трагически не знаю это будет дерьмо я думаю что это будет сплошное дерьмо когда вот эта стая мужчин и ежи и же и вот это вот жужжащих и стоит там набрасывающих друг на друга и пытающийся каким-то образом чтобы их запомнили выделиться это отвратительно я отписался абсолютно от всех вот этих обезьяньих бегов потому что это какой-то дикий ужас смотреть на это невозможно потому что мне такое впечатление что там большая часть умственно отсталой и вот это они хотят внести пауэрлифтинг как бы я не знаю насколько я понимаю что у нас народ сам по себе я думаю скоро он вернется как 80-х и 70-х к просмотру индийских фильмов особенно когда вот у нас сейчас все глушит 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 и будут плакать под индийские фильмы и и смотреть вот это я даже уверен что если они казни введут в скором времени на площадях и начнут казнить и казнить четвертовать и вешать то людей желающих отбоя не будет там просто заранее будут покупать билеты за бешеные деньги пробиваться чтобы на все это посмотреть я понимаю у нас такой народ тем более такое время у нас веселая но очень не хотелось бы чтобы это казалось пауэрлифтинга вот это мне просто скинули и уже неоднократно просили вашу позицию осветить я ее освещаю вот я против помойки но я за любые спонсорские деньги которые идут на благо нашим топовым спортсменам я буду рад за любого топового спортсмена колу который получит эти призовые может они выползут из нищеты может они привлекут какое-то внимание но вообще формат я изначально еще тогда еще не заглядывая сказал что скорее всего это все временные разовые акции хотя организатор сказал что будет ежегодно проводить турнир памяти но если в таком формате у нас на руси любой как бы любое чудо на три дня ну пусть в ютюбе который скоро вот начал замедляться и об этом может быть воскресном стриме еще поговорим ну вот собственно вот все я немножко затянул все пока это было за обзор от поля реформа